приветствую вас друзья мои итак первым делом для этого рецепта я подготовлю изюм вот здесь у меня промытый изюм а это у меня цедра которую я сняла с одного апельсина вот и сейчас эту цедру я нарезаю ножничками вот таким вот образом цедру с апельсина надо снимать так чтобы не было много белой части вот тоненько-тоненько и тогда она не будет горчить потому что белая часть в основном горчит и теперь это все я заливаю апельсиновым ликером помните я вам уже показывала как его делать есть рецепт оставлю ссылочку где-то 3-4 столовые ложки вот такого ликера примерно в общем надо чтобы все было сочно вот такую смесь лучше всего готовить накануне накануне выпечки потому что все хорошенько должно пропитаться именно вот этим апельсиновым ликером но разумеется если у вас его нет то можете использовать любой другой алкоголь коньяк бренди ром кстати тоже очень хорошо и вот так я оставляю на несколько часов так здесь у меня свежие дрожжи добавляю чайную ложку сахара и теплое молоко и одну столовую ложку муки перемешиваю это все накрываю пищевой пленкой и оставляю так примерно на полчаса для активации дрожжей прошло время дрожжи хорошо активировались много-много мелких пузырёчков посмотрите добавляю сюда 3 яйца сахар и сливки перемешиваю и сейчас я просеиваю сюда муку смешанную с солью и замешиваю тесто постарайтесь замешивать тесто минут 10 примерно чем дольше вы его будете замешивать тем более эластичным она будет становиться видите как она тянется все накрыла пленочкой и теперь оставляю для брожения примерно на 2 часа может быть на 3 все зависит от температуры окружающей среды короче все должно хорошенько забродить увеличится в 2-3 раза и им надо откинуть на ситечко и пусть течет лишняя влага одна ложка муки прошло время тесто хорошо подошло уже видите это цукаты и и и и и и Накрываю пищевой пленкой и теперь буду ждать, когда тесто заполнит всю форму. Ну вот и все, у меня прошло 2,5 часа, тесто уже заполнило всю форму. Теперь кулич отправляется на выпечку, температура 180 градусов, духовка должна быть разогрета заранее. Выпекаться будет примерно 40-50 минут, но так как все духовки пекут по-разному, вы должны ориентироваться именно по вашей духовке. Готовность проверяем деревянной лучинкой, вставленная в центр, она должна выходить сухая и общий вид изделия готового должен быть красивый, румяный и вы сразу поймете, когда все готово. Если вдруг верх слишком быстро зарумянится, можно прикрыть пергаментом. У меня прошло ровно 50 минут и еще немножко я оставила его в выключенной духовке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok